Ставрополье вновь оказалось под ударом стихии. Накануне сильный ливень, шквалистый ветер и град обрушились на западные районы края. Особенно сильно досталось Кочубеевскому. На месте ЧАЭС уже сутки трудятся спасатели. Ведутся восстановительные работы. Антон Киевский побывал на месте событий. Новый разгул стихии на Ставрополье. Жителям села Веселого Кочубеевского района со вчерашнего дня совсем не до веселья. Стихия пришла в каждый дом населенного пункта. Спасательные работы ведутся со вчерашнего дня. Накануне ливень, гроза, град со шквалистым ветром обрушились на Кочубеевский район. В эпицентре стихии оказались села Новая Деревня, Веселая, Ивановская, Воронежская, а также хутора Прогресс и Воротниковский. Сначала град, наверное, сейчас порол, ливень шел. Но воды не было такой. Потом перестало все. Вышли во двор, посмотреть же огород. Вот так повернулись туда. Идет вот такая серая вот стена. С белой, вот град с чем-то. Мы перепугались, а мы только успели в дверь вот так захлопнуть. И как пошло вот это все, вот это все, побила же град, дрова. А град крупный был? Да, град был где-то с голубиным яйцом, меньше, но он разный как-то шел. Накануне вечером к месту происшествия прибыли оперативные группы МЧС, Центра управления в кризисных ситуациях. Был развернут оперативный штаб главного управления. С пяти часов утра группировка, которая проводит восстановительные работы, была усилена. В настоящий момент работает 74 человека, 8 единиц техники. Также силами администрации дополнительно выделены населены по водоканалу. Также 10 цистерн работает. Это районная администрация. Значит, по состоянию на 13 часов, 76 до молодежи уже очищено при дворах территорий. В настоящий момент работают комиссии по оценке ущерба. Местные жители совместно со спасателями продолжают очищать приусадебные участки, дома и ливневые стоки. Все посадки селян погибли, плодовые деревья сильно побило градом. Как рассказывают очевидцы, в селе Веселом вода пришла очень быстро. Еле-еле сами успели спрятаться в домах и залезть повыше. А вот ту же птицу многим спасти не удалось. Я бы хорошую копейку заработала на них. Я продавать не собиралась, у меня своя семья большая. Конечно, мы для себя. Корма сейчас дорогие, птица самая дорогая, а уход какой. И таких несушек у меня 40 штук тоже мелких, но уже подрущенные, такие хорошие цыпляты. Ну, минимум сотни цыпленок сейчас на рынке такой стоит. Вот они все у меня погибли. Помимо огородов и живности пострадали мебель, техника, автомобили. Как обещают, позже всем пострадавшим будет выплачена компенсация. А пока селяне чистят и пытаются высушить свои дома. Но успеют ли это сделать, непонятно. Прогноз погоды оставляет желать лучшего. Сейчас сложно долгосрочный прогноз сделать, потому что, видите, погодные явления буквально изменяются в течение полусуток. Поэтому как-то спрогнозировать детально именно по каждому муниципальному образованию очень сложно. Но гидрометцентр также ситуацию отслеживает. Постоянные взаимодействия и с главным управлением, центром управления. Ну и, соответственно, работа по информированию населения проводится. Антон Киевский, Григорий Муратов, Ставропольское телевидение.